Народное славянское радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 марта 2017 года четверг, по одному из старинных 22 день месяца пробуждения природы 7525 лета шестица. Те, кто отмечает по одному из старинных календарей день богини Весты, тех я поздравляю с этим светлым добрым праздником. Мы начинаем живой эфир с Виктором Викторовичем Максименковым «Единая астрономическая система древности у славян и ее следы по всему миру». Вот такая интересная тема. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Итак, связь установлена. Давай-ка начнем уже сразу переходить к делу. Не дай Боже, чтобы связь опять оборвалась у нас, поэтому не будем тянуть время с долгими приветствиями. Сразу переходим к теме. Давай сразу ты начнешь рассказывать о том, о чем задумывал. Да, Алексей, сразу начнем, потому что вы сами все видите. Живу я в сказочной Руси, поэтому сказочные события у нас случаются, вот как и этот сбой. Но мы все смогли преодолеть для того, чтобы донести до вас знания. Как правильно сказал Алексей, по одному из старых календарей. Вот и я когда-то, увидев этот календарь, задал себе вопрос. Если у нас есть самый древний календарь на Земле, то и он все время где-то всплывает, то в народе, то в церкви, то у каких-то царей, королей, в наших семьях, которые пронесли его через тысячелетия. Так ведь должны быть какие-то следы этого календаря. Должны быть астрономические измерения, наблюдения. Причем не просто так, а протяженностью в тысячи лет. И раз, как говорится, наука не хочет этим заниматься или не может, ну значит, им должны заняться мы простые люди. И вот я вам предлагаю то, что удалось найти не только науке, но и мне лично, для того, чтобы мы могли отследить, действительно ли у нас единая жреческая традиция наших предков тянется как минимум 20-30 тысяч лет, а то и более. Все это я выразил в двух статьях, итоговые мои работы. Ссылочки я на них дал. Это единая жреческая традиция наших предков от Палеолита 24 тысячи лет назад до наших дней. Или куда дели вторую луну Фату, которую вследствие этих изысканий удалось мне найти. Я вам это и предлагаю. Плюс удалось мне раскрыть стайны дисков Мали и так называемого знаменитого Фесского диска. И я думаю, вы сами сможете их расшифровать без каких-либо ученых, прочитав эти две мои статьи. Так о чем же эти статьи? Дело в том, что наши заклятые друзья часто нам говорят, что на нашей территории мало что найдено. Никогда ничего не было. Это на самом деле не так. Для того, чтобы это доказать, мы должны использовать в первую очередь то, что наука сама нашла, сама изучила, сама подтвердила. Но почему-то это каким-то чудом не попало ни в какие учебники, тем более школьные. Так что же вот нашла наша наука? Наша наука нашла в Сибири целую сибирскую календарную систему. Я говорю про Ачинский жезл и припайкайскую культуру, целую культуру, где были раскопаны тоже жезл, пластина, бусы, плюс элементы одежды. И они все являются не просто элементами каких-то одежды, а что их объединяет? И Ачинский жезл, которому минимум 18 тысяч лет, про это у меня тоже есть статья в сборнике моих статей на конте. И мальтынская культура припайкальского региона Сибири, она содержит, которой тоже минимум 18-20 тысяч лет, но наука ограничивает 20 тысяч лет, на самом деле больше. Смысл ее в том, что там наши предки сумели объединить на маленьких устройствах, сам Ачинский жезл это около 15 сантиметров высотой, Малтынская пластина тоже 13 сантиметров на 4, плюс сам жезл 21 сантиметр. Они на этой пространстве смогли объединить календарь Земли, Луны, второго загадочного объекта луноподобного, как пишет наука, мы и разогнаем, что это за луноподобный объект, плюс 5 планет, Венеры, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера. Вы вообще представляете себе, что это было 18-20 тысяч лет назад? Но даже те ученые, которые изучали эти находки, они удивлялись, ведь для составления Малтынской пластины нужно было вести минимум тысячу лет наблюдения, просто наблюдать за небом. Все эти наблюдения вылились не просто в какие-то кости мамонта, на которых точечки нарисованы или наколоты, а в целые астрономические приборы, причем, подчеркиваю, карманные астрономические приборы, по которым наш предок мог определять не только время дня, но и время сезона, время года, положение Луны, непонятного второго лунообразного для науки объекта, плюс 5 планет, как они влияют на жизнь, погоду у нас, как говорится, на Земле. И отслеживать это, подтверждать, в течение, подчеркиваю, не каких-то эфирмерных дат, а для того, чтобы это отследить, им нужно было 482 года минимум для составления той же Малтынской пластины и Ачинского жезла. Но это еще не все. В моих статьях я обращаю внимание и на сибирский Стоунхенш, так называемое урочище сундуки, а ему минимум 16 тысяч лет. То есть все это не просто какие-то случайности, случайность, а это планомерная тысячелетняя традиция наблюдения наших предков за небесными объектами. И не просто так, а наблюдение, а фиксация, передача и простота. Простота, ведь я подчеркиваю, все это карманного размера. Наблюдения за семью небесными объектами уместились на пластинках в районе 4-15 сантиметров. И казалось бы, ну это было давно, 20 тысяч лет, 24. Наверное, никто не дожил. Все погибли, умерли. Как всегда, наука любит неизвестная культура. Родилась, неизвестность ушла. А как бы не так. Это было фактически до наших дней. До наших дней подобные системы не встречались. И нам говорили, что, вы знаете, наверное, это единичные случаи, где-то там в Сибири люди неизвестные, но все вы слышали про антикитерский механизм. Ростановление антикитерского механизма дало науке ту же самую схему. Там были объединены вместе Солнце, Земля, Луна и пять планет. Только это уже была система, работающая не от Солнца, от солнечной тени, а от механики. То есть она заводилась и работала механически. Так, извините меня, между антикитерским механизмом и прибайкальской культурой, Ачинским жезлом. Прошло около 20 тысяч лет. И где Сибирь, а где этот регион среднеземноморский? Казалось бы, и все. Может, антикитерский механизм это какая-то чудом единственная находка, которая не повторится. Может быть, было бы и так. Но мои скромные наблюдения и то, что я вам предлагаю, помогут вам самим сказать, что это была не какая-то единичная чудо-находка, а закономерность. Потому что тот же самый фесский диск, он копирует мальтынскую эту пластину прибайкальской культуры. Он копирует ее. И сам фесский диск является частью еще больших дисков Малии, так называемых, которых наука нашла на острове Крив. В своих исследованиях я всегда попадаю в два места. Всегда. Если я исследую, я попадаю либо в Сибирь, либо на остров Крив. Ну, об этом мы чуть дальше скажем. Я бы вам хотел сказать другой момент. Обратите внимание. На всех древних календарных системах присутствуют непонятные объекты. Как его наука описывает, луноподобные. Плюс вы, я думаю, знаете, как относится наука к тому выражению инопланетное. Попробуйте сказать научному деятелю инопланетное, он сразу с вами перестанет разговаривать. В вопросе же древних календарей картина меняется. Ученые прекращают быть такими чопорными и начинают утверждать, вы знаете, наверное, древние календари инопланетные. А в чем же их проблема, ученых? Что же их там так гложет о бедных? Что же им не дает жизни-то? А все очень просто. И в Малтынской пластине, и в Ачинском жезле, и в Мезинском календаре возрастом 20 тысяч лет, который сейчас найден на границе современной России и Украины, Мезинская культура. Везде. И у товарищей Майя из Америки. Про белых богов Америки у нас был прошлый эфир. У них у всех базовая основа календарной системы цифра 13. Научные деятели возводят глаза к небесам и спрашивают, ну где же, где же этот объект с циклом вращения 13 дней? Этот цикл повторяется 20 раз. Получается 260. И у них получается, ну мягко говоря, ничего не сходится. Нет этого объекта. То есть циклы есть, а объекта нет. Объекта нет, потому что это и была вторая луна нашей Земли. Фата, которая погибла, согласно нашему же календарю, ведомо, она погибла примерно 13,5-14 тысяч лет назад. Так она присутствует во всех календарных системах. В своих статьях я показываю ее людям. Люди, обратите внимание. Малтынская пластина, есть эта луна, у нее итоговый цикл вращения, где шла синхронизация, 14 лет был. На Ачинском жезле четко присутствует цикл в 13 дней, который повторяется 21 раз, 273 дня в итоге. Наши предки более точнее, даже чем мая его определили. Повторяюсь, в календаре мая базовая основа – это число 13. То есть луна с оборотом 13 дней. Она повторяется 20 раз, выходит в цикл 260. В прошлый раз, когда мы сравнивали Америку с нашей территорией, я напоминал, что Мезинский браслет, которому более 20 тысяч лет, он содержит этот цикл. 13 циклов, 20 раз повторяющихся, которые отображены тоже в календаре товарищей Майя. Вот такие, как говорится, вопросы помогают нам решить наш календарь. Он четко говорит про эту катастрофу, которая произошла с разрушения второй луны Фаты, которая погибла в катастрофе вместе с Атландией. Поэтому про Атлань и Фату у меня была сделана отдельная статья. Я думаю, если людям будет интересно, мы когда-то сможем про это поговорить отдельно, потому что этот вопрос интересный. Он, как говорится, отстает от нас на 13,5 тысяч лет. Он подтвержден моими скромными наблюдениями, которые я и предлагаю в своей статье рассмотреть. Сейчас же я бы хотел обратить ваше внимание на так называемый фесский диск и диск из Малии. Все эти диски были найдены на острове Крит. Если можно, мы можем, Алексей, дать фотографию диска из Малии. Я его давал. Ссылочка. Это возможно? На данный момент нет. Сейчас невозможно. Но я думаю, фесский диск, я думаю, фесский диск-то многие знают. Это такой кружок с двух сторон, которого по спирали некие символы нарисованы, некоторые образы. Правильно. Так вот, давайте тогда продолжим. Смотрите, в чём дело. Изучая этот вопрос, удалось скрыть жреческую традицию наших предков на протяжении примерно 24 тысяч лет. Мне, когда я писал статью про фесский диск, взгляд на него Гриневича, я читал и другие моменты, которые были предположения о фесском диске. Дело в том, что так называемые фесские диски имеют диаметр примерно 16 сантиметров. Виктор, вот сейчас сразу поправлю. Здесь в чате сразу фотография фесского диска появилась с двух сторон, так что если даже к каким-то причинам до меня ссылка твоя не дошла, то вот наши помощники в чате её сразу выложили. И те, кто здесь находится, её могут увидеть. Обратите внимание на этот фесский диск. Что меня там привлекло моментально? Он повторяет спираль жизни. Спираль солнечного хода, отображённой на Малтынской пластине. Атинский жезл тоже её изображает только в объёме. Малтынская пластина, она более-менее плоскость, и она повторяет спираль фесского диска. Что ещё меня привлекло в фесском диске и в наших предках? Дело в том, что на фесском диске присутствует знак камня Алатыря. Этот знак был найден ещё в захоронении Сунгирь, а этому захоронению тоже минимум 20 тысяч лет, 20-24 тысячи лет. И я обращаю внимание на этот знак, смотрю, а знак Алатыря, который наши предки пронесли сквозь тысячи лет, который присутствует у американских индейцев, я специально в статье про белые боги Америки приводил вышивку американских индейцев, там присутствует этот знак Алатыря. Этот знак Алатыря присутствует и на фесском диске. И он не просто присутствует, а он позволяет нам утверждать, что перед нами не какая-то неизвестная письменность, а перед нами схема движения Солнца. И Солнце нам в этом вопросе поможет подтвердить тот же фесский диск. Что такое Алатырь? Это четыре основных праздника. Я думаю, вы их все знаете. Рождество это 22 декабря, 25 декабря по современному стилю, где минимальный день в году и начинается расти день. Потом 22 марта, то, что мы отпраздновали буквально на днях, это день весеннего равноденствия. Потом мы идем к 22 июня, это самая короткая ночь, самый длинный день. И потом мы приходим к 22 сентября, это день осеннего равноденствия. То есть четыре основных праздника в году. И вот чудо! Эти четыре основных праздника в году отображены на феском диске. Я специально обвел этот цветочек из восьми лепесточков. Так там, когда солнце находится в осеннем равноденствии и в весеннем равноденствии, оно находится примерно рядом с друг с другом. И что мы видим на феском диске? О чудо! Два этих цветочка находятся в центре фесского диска рядом с друг с другом. То есть одно солнышко вверх, другое вниз. Плюс, как мы уже говорили, лето это максимальная точка солнца, а зима Рождество это минимальная точка солнца. На феском диске все идентично. Есть этот же камень Алатырь вверху, есть внизу. Разница между малтынской пластиной и феским диском только в одном. Малтынская пластина состоит из двух частей, а феский диск представляет собой низ вверх. Плюс, если вы видите эту фотографию, там я отметил, что все рисунки феского диска разделены по 40. А 40 это основа нашего календаря, который мы и пронесли через тысячелетия. Да, раньше он был чисто 40 дней по 9 раз, это 360, это допотопные календари, все это присутствует в Ачинском Жезле, в календаре товарищей Майя, египтян, в Малтынской пластине, в том же Мезинском браслете, везде 360, то есть это допотопные календари. После гибели Атлантиды, разрушения Фаты и Потопа добавились эти 5 дней и получился у нас теперь календарь 365 дней плюс раз в 16 лет, раз в 16 лет идёт корректировка по Солнцу, вы знаете, раз в 16 лет происходит Священный Год, когда теперь все месяцы в нём не по 40 дней, а по 41. или по современному просто каждые 4 года добавляют один день, тупо февраль увеличивается на один день, в упрощенном современном варианте. Это неправильный подход, сразу говорю, наши предки с этим резко не соглашались и поэтому отображали именно по Солнцу, у наших не было такого смещения, ведь все вы знаете, что такое отношение простое привело к тому, что календарь за последние кто говорит тысячу, кто две тысячи лет, тот календарь, который мы пользуемся, самый настоящий католический, он сместился на 13 дней. У наших предков таких проблем не было, у них всё было синхронизировано, что позволяет нам сегодня отследить этот цикл и отследить главный принцип. У них шла цикл и все, они все приводились к единому знаменателю, то есть если по Солнцу корректировка шла, раз в 16 лет. Если по Луне, что мы видим на диске из Малии, там она идёт каждые 3, 5 и 8 лет, что позволяет опять же нашей Луне оставшейся месяцу входить в этот солнечный цикл. Плюс в том же Крите найдены десятки подобных камней. Наука не понимает в чём их ценность, а ценность в том, что это и есть камни, которые синхронизируют тоже с Венерой, с Марсом, с Юпитером, с Сатурном и Меркурием. Рядом, там есть огромный диск из Малии, где центральная часть его 16 сантиметров. Это полностью совпадает с фесским диском. Его переворачивали, поэтому в центральном части диском Малии, это огромные часы, прошлые астрономические часы прошлого, общественные. Почему я на это обращаю внимание? Потому что это крита-минойская культура, это 4000 лет назад. А согласно утверждениям письменных источников, минойцы, они же пелазги, это предки этрусков, они славянское племя, это письменные источники до наших дней относят их к славянам. То есть никакой шестой век, а 20, 24 тысячи лет назад наши предки прекрасно пользуются астрономическими приборами, сложность которых наука не в состоянии познать даже сегодня, не просто в одном месте, а по всему миру. Потому что на тот же диск из Малии я вышел не благодаря даже тем находкам, что я назвал, а благодаря солнечным часам. эти солнечные часы, которые были найдены под Донецком, в Кургане, им минимум 3,5 тысячи лет назад. Наука, честно говоря, забивает на такие находки. Они находят эти камни в каждом Кургане. Не каждый камень имеет насечки, не каждый камень не относится к солнечным астрономическим приборам, но, как я тогда отвечал на вопросы, могу повторить, они нашли один камень, он с насечками, они его бросают возле музея, народ на нем пишет граффити, рисует, целуется, все, он пропал. Нашли второй камень, почему-то решили отослать его фотографии астрономам. Астрономы говорят, ребята, да это же астрономические часы. Это ученые из Ростовской области. Она идет в музей Ростовской области и находит точно такой камешек, который валяется перед музеем. Они им не нужны, они не понимают астрономическую систему древности или не хотят ее понять. То есть таких находок уйбы. А как эти находки работают, я лично определил, когда нашел, изучал Америку. В той же Америке. Виктор, давай сейчас, подожди, вот сейчас надо немножечко нам тормознуться и чуть-чуть кое-что разъяснить. Потому что вот сейчас ты так большой объем с таким напором выдаешь и могут у кое-кого мозги вскипеть. Значит, мы говорим, вернее так, ты говоришь, а я тебя слушаю вместе с нашими слушателями, о следующем, что до какого-то определенного момента на всей Земле действовал какой-то древний жреческий календарь или летоисчисление, как это правильно назвать, да, которое было четко поделено на 9 месяцев, каждый из которых был 40 дней. Потом что-то произошло на Земле, когда сместилась или ось, либо скорость вращения Земли, а может быть и то, и другое. И после этого произошли некие изменения. И вот этот древний жреческий календарь было внесено изменения, были добавлены раз 16 лет священные дни. И стал календарь теперь не только 40 дней, но 40, 41, 40, 41, то есть месяцы стали не 40 дней ровно, а 40 и 41. Взамен этого календаря по каким-то опять причинам вводились другие календари у разных народов, где-то они исчезали, где-то они в память народа оставались и в конечном итоге победили по каким-то причинам некие календари, которые сейчас нам хорошо известны. Это Юлианский и Григорианский, один из которых может быть на тот момент, когда он составлялся, был правильным с точки зрения видения лета исчисления, но потом со временем видимо Земля как-то наша то ли притормажилась, то ли опять же ось как-то восстанавливалась, но начались серьёзные погрешности. Сейчас действует тот всем знакомый календарь, который 1 января Новый год и так далее и тому подобное, но который тоже, как сейчас учёные говорят, тоже уже не справляется со всеми возложенными на него обязанностями, то есть в нём тоже есть определённые погрешности. Вот давай так вот я сейчас чуть-чуть на столе карты разложил по местам и теперь мы возвращаемся вот к этим вот 40-дневным календарям, вернее календарю, который был до каких-то определённых моментов и чьи следы ты обнаружил по всей нашей Земле Матушки. Вот я так более-менее ровно рассказал о том, что ну так сублимировал в комочек собрал о том, что говорил. Общее представление правильное с некоторыми уточнениями. Давай, уточняй. Замена календаря у нас произошла не по причине того, что какой-то был лучше, а просто неудобно иметь календарь для людей, которые вроде бы образовались в VI веке, а у них календарь самый древний на Земле, по которому сейчас идёт 7525 лета. Это всего лишь первая основная дата по нему. Поэтому он был заменён не на лучший календарь, не на более точный, не на более правильный, а на более, скажем так, политически выгодный. А этот же наш календарь, который присутствует и в церкви, он присутствует и так называемых царской семье, да и простой народ его не весь забыл. Он никуда не делся, просто он был выведен из общего обращения, чтобы не смущать людей. Ну а зачем людей смущать? Можно же тогда писать любую историю, делать любую политику и заниматься такими вопросами, что вас никогда не было, вы вчера появились. Да, я с тобой согласен, хотя я не говорил, что эти календари лучшие, я говорил, что что-то произошло, и по этим причинам была произведена подмена, замена и так далее. Принимаю это уточнение, значит, получается, что календарь всё равно следы свои оставил, древний календарь, давай так, чтобы не путаться, мы будем называть его жреческий календарь, чтобы было понятно, что это древний наш славянский русский календарь, календарь русов, славян, календарьных народов, которые жили на этой земле изначально, испокон веков, который здесь действовал, и он отражал было людям здесь знать. Потом, значит, что ещё сюда, когда прибывали какие-то или образовывали здесь какие-то иные народы, они пытались взять власть в свои руки, то есть верховодить, и им необходимо было вычеркнуть всё, что было до них, сказать, что этого ничего не было, убрать всё старое, разрушить до основания, а затем вводить свои порядки, свои правила, естественно, денежное обращение новое для них, календарей лет исчислений, новую для них политическую систему, религиозную систему и так далее, и тому подобное. Вот примерно так. Примерно так, совершенно верно, общее понимание правильное, это система большого брата, что я старше вас, сейчас самый древний календарь, который нам пропагандирует, его возраст около 6 тысяч лет, я не буду рекламировать тех, кто его пропагандирует, я просто обращаю... Я просто обращаю ваше внимание на то, что и 20 тысяч лет, и 16 тысяч лет, и 24 тысячи лет, и на территории Сибири, на территории современной Украины, а будут статьи на территории всей Европы, всё это будет, но просто материала не то, что мало, его настолько огромное количество, что я вам сейчас пытаюсь за часик пересказать работу полугода и пару десятков статей. Вот в чём дело. Потому что сначала обращаешь внимание людей на осколочки, эти осколочки соединяются в большие фрагменты, эти большие фрагменты ещё более большие, они проявляются то в Америке, в Египте, в Вавилоне, в Сибири годы и годы назад. Теперь так называемые тайны дисков Мали и Фесского диска я раскрыл не какой-то там Виктор, а каждый из вас, взглянув на Фесский диск, может сказать, так это же простая календарная система наших предков. Это не какая-то неизвестная письменность, а то, что наши предки отмечали для того, чтобы постоянно, ежегодно начинать, например, те же сельхозработы в один и тот же срок. Потому что существующие календарные системы они ни к чему не привязаны. К чему они привязаны? Ни к чему, скажем честно. То есть оторванность человека от природы. А что такое оторванность человека от природы? Это значит, когда пошли нужные вам энергии, вы ничего не делаете. Энергии прошли, вы собрались что-то сеять. А уже всё. В сельском хозяйстве не зря такое выражение. Один день кормит год. То же самое, вы же понимаете, Рождество, речь идёт про рождение нового солнца. Оно никому конкретно не относится. Рождение нового солнца. Если ты его правильно встретил, значит, получил благосклонность нового солнца. А Пасха ещё более важный аспект. Вот мы же с вами приближаемся к Пасхе. Задайте себе вопрос, Пасха. Что это за праздник? Возрождение кого происходит ежегодно, постоянно, в разное время? Можете ответить на этот вопрос? Кто имеет способность возрождаться ежегодно, но постоянно, в разное время? Это точно отношение имеет к какому-то определённому, пускай даже Богу? Нет, конечно. Это отношение имеет к возрождению природы. И наши предки чётко это отслеживали. Для того, чтобы уловив возрождение природы вовремя начать, посеять, а согласно воздействию других планет на нашу Землю сказать, так, этот год будет застушливым, этот будет, здесь нужно сеять рожь, здесь пшеницу. То есть у них вся жизнь была построена на этом, по звёздам, по Солнцу, по Лунам, по их влиянию на нас. А у нас сейчас вся жизнь построена по ничему, скажем честно. И те же самые диски Мали и Фесский диск это прародитель астрономических часов древности, которые дошли вплоть до 17 века. Только благодаря деятельности Великого Петра Первого, ну, как его называет история, эти астрономические часы на наших часовнях были уничтожены. Постепенно их уничтожали и заменяли не какие-то часы, которые позволяли людям синхронизироваться с природой, а просто на какой-то цикл, который отмеряет непонятно что, идёт непонятно куда. И всё это нас отрывает от природы, делает более слабее, делает более уязвимыми перед атаками природы. Мы просто не представляем, почему это происходит, наводнения, землетрясения, засухи. А наши предки, ведь они не просто предсказывали это, они могли предсказывать солнечные и лунные затмения, возвращение светил назад в ту точку, в которой она была 482 года тому назад. То есть это достижение науки максимум 20 века, не раньше. Они это могли делать 20 тысяч лет. А нам говорят, вы знаете, они, наверное, писать не умели. Но если они писать не умели, как они могли вести тысячи наблюдений и наносить это и в объёме, и в плоскости, и решать это для карманных средств. А астрономически... Хорошо, значит, давай сейчас, чтобы нам не повторяться, вокруг да и около не ходить, получается, вот эти вот маленькие 15-сантиметровые календарики, это были такие настольные, условно говоря, карманные такие календарики, которыми пользовались обычные люди или жрецы, которые в каждом селении могли быть представлены. Точно так же, как сейчас, например, мы пользуемся календарями, которые у нас или в компьютерах, или на ладонниках, или на столах, или на стенах существуют в каждом доме и в каждом кармане сейчас уже существуют. Примерно то же самое. Да, это многофункциональные планшеты древние, причем, заметьте, карманного размера, которых циклы наблюдения за тысячу лет, которые позволяют отслеживать начало весны, начало полевых работ, миграции рыбы, правильного зачатия детей, формирования семьи, формирования пар. Они позволяют делать вообще все и правильно предсказать, что в этот год будет засушливо, эта зима будет холодная, нужно уходить или оставаться. Или делать большие запасы товара, сажать это. То есть вообще вся жизнь у них умещалась в кармане. И эти системы мы наблюдаем, ведь это только часть, будут описания других систем. Мы наблюдаем в течение тысячелетий, разбросанными по всей Земле, и все они сводятся к одному. Понимаете, это единая традиция, которая за тысячи лет угасла почему-то только 300 лет назад, не больше. Хорошо. Просто до председательской цивилизации она была такая же. Хорошо, значит так, с этим разобрались. Теперь мы разбираемся с тем, о чём ты упомянул, что и в Америке, и в Сибири, и в критских вот этих находках, и в других каких-то местах присутствует луна Фата, как ты её называешь. Значит, теперь надо понять, почему это находится в разных местах, и что же такая за чудная луна Фата, которую ты так называешь, и которая присутствует в этих календарях. Вот давай об этом поговорим. Дело в том, что луной Фата, я её называю согласно ВЕТ и согласно той информации, которую несёт наш жреческий календарь. Хотите его называть и славяно-арийский, и белых богов, или белых людей, как вам удобно. Потому что генетики подтверждают связь этих людей. И 20 тысяч лет назад, и сейчас на нашей территории живут те же люди. Они те же. А наука не хочет этого видеть. А мы добавляем, что не только они генетически связаны, они связаны ещё и знаниями культуры. Потому что эта культура переросла в орнаменты. За ту же Фату я же говорю, посмотрите, календарь мая начинается в 13-дневной неделе. Наука смотрит на 13 дней и всё. Тупик. Как говорится, приехали. Какая 12 дней? Где это небесное тело? Это не наша Луна-месяц. Это не Земля. Это ничего. Они не могут его определить. Веды же чётко говорят, это была вторая Луна. Погибла в катастрофе Антлани. Смотрим на Ачинский жезл. Там чётко есть циклы в 273 дня. Это 21 цикл обращения Луны-Фаты. Смотрим на Малтынскую пластину. Там есть цикл 14. Малтынская пластина. Там цикл есть и ежедневный, и ежегодный. И вот этот цикл 14, это цикл синхронизации Луны-Фаты для системы Земля, Солнца, Луна и 5 планет. Это считается очень просто. Нам в этом помогают товарищи Майя, потому что 13 на 20 это 260. Следующий цикл у Майя идёт 19. 19, 18 месяцев стандартных, 19 для корректировки. Мы получаем 4960 дней. У кого есть калькулятор или умный, разделите на 360. Вы получите число 14. Оно присутствует на Малтынской пластине. Мы берём Мезинский календарь. Это современная граница России и Украины, Черниговская область. Ему минимум 20 тысяч лет. Минимум. И там тот же цикл 13 дней, повторяющийся 20 раз. Явное указание на небесный объект, которого сейчас нет. Его нет сейчас. На Ачинском жезле говорил, Мезинский, ну сколько нужно доказать? Все календарные системы просто кричат о объекте с 13-дневным циклом обращения. Плюс нам говорит наш календарь. Плюс веды об этом говорят. Плюс у Земли есть какие-то стандартные орбиты. Я не хочу трогать ту Луну, которой была орбита 7 дней, но придётся. Первая стационарная орбита, более-менее подходящая для нашего спутника, это 7 дней. 7 умножьте два раза, возьмите, получается примерно 14. Ну не было у ФАТа ровно 13, там 13,3 где-то получаются её обороты. То есть опять же мы попадаем на вторую орбиту стационарной Земли. Там что? Луна ФАТа, её нет. Опять умножьте 14 на 2, 28, что такое 28? Для неё осталась наша Луна месяц. То есть ещё одно доказательство того, что это орбиты, так называемые числа Фибоначчи начинают выходить, эти вибрации, и опять же оно подтверждается, что она могла там быть, и она отображена на древних календарях. Но куда она делась, куда упала, к чему она привела, это Алексей, для этого есть отдельная статья. Антлайн и вторая Луна ФАТа. Возврат из бездны моря и тысячелетия. Она тоже есть на сборнике этих статей, на Конте, есть у меня на YouTube-канале, кому удобно можете изучить. Нет, поговорим отдельно про неё, это тоже очень интересная тема, потому что после неё, например, системы на бивнях-мамонтах исчезают. Потом мы начинаем видеть системы больше именно календарные на камнях, уже мамонтов нет, мамонтов смыло вместе с людьми. Так что сколько нужно ещё подтверждений. Там, где Атлантида и ФАТа, дело в том, что так древние знали про это. Все знают легенду про этот же Фаэтон, который падал на Землю, он падал, он сошёл с орбиты, её сорвали, она падала на Землю и ударом Зевса она была разрушена. То есть она была разрушена ударом Земли, как нам гласят веды, для того, чтобы не уничтожить всю Землю. И только её осколки достигли Земли. Где они упали, примерно известно. Это районы Америки, самый большой осколок упал, он и привёл к затоплению так называемых островов Атлантиды, изменению формы Земли. Она сейчас более яйцеподобная. И об этом пишет и в книге «Путями великого россиянина» есть такая книга, там чётко показывается форма Земли, которую наши предки знали примерно 4-6 тысяч лет назад. Она яйцеобразная. Именно поэтому расцветает Земля, и поэтому мы на Пасху красим яйца. То есть расцветает сама Земля, наша полушария. В них начинается весна. Так, хорошо. Давай ещё уточним. Значит, до того, как Фата была разрушена и её осколки упали на Землю, был календарь всё-таки 40 дней жреческого вот этого года священного не было, 16-летнего, да? Или был? Нет, нет, нет. Вот хочу опять же обратиться к календарных системах. Ачинский жезль, Мезинская пластина, Мезинский календарь, Малтынская пластина по ибайкальской культуры, товарищи майя, у них товарищи из Египта, товарищи из Вавилона, там везде присутствует цикл 360. 360. Разделите на 40, получится ровно 9. Но, как вы понимаете, не просто 360, а и раньше он был 360, примерно 0,25. Это всё выливалось в 4 священных дня. Вот такая была привычка у древних выносить всё это в отдельный, скажем так, в отдельный священный месяц, в отдельный священный год. Они поступали мудро. 9, посчитайте, сколько там месяцев чётных, 4 месяца чётных, что они делали до потопа, то есть до 13,5 тысяч лет назад. Они раз в 16 лет вводили священный год. Вопрос очень даже правильно интересный. Почему? Они синхронизировали удобно раз в 16 лет календарь. То есть у них раз в 16 лет был священный год, где второй месяц, 4, 6 и 8 добавлялся по одному дню. И был он 41 день. Это было до потопа. Почему этот вопрос интересный? Нам говорят тоже, календаря не было, не было календаря. А я вам привожу в своих статьях в этих монету. монету, на которой простыми русскими буквами чётко написано, что это властитель Саураматов. Извините меня, но там стоят две маленькие буквочки ГФ. Согласно той же глаголице, это 4500. То есть это юбилейная монета у товарищей Саураматов, тех же славян, которые на 4500 лет от сотворения мира в Звёздном храме, выпустили юбилейную монетку. Мелочь, а приятно. Я её привожу, и вы, так вы же её можете прочесть сегодня. Ей больше 3000 лет. Она прекрасно читается. Властитель Саураматов, что непонятно даже современному человеку. Казалось бы, уничтожили календарь. Нет, его нет. А нет, он всё равно есть. Нам говорят, что примерно в 900 тысячу где-то лет назад было крещение Руси. У меня есть статья про Тмутараканский камень, который был найден в Ростовской области, там, где самое тонкое место между Крымом и Ростовской областью, где сейчас мост строят. Там его нашли еще более ста лет назад, даже 150. И вроде бы уже принято христианство, но на нем почему-то почему-то там написано, князь описывает, что он в определенное лето, а это примерно 1080 год по современному календарю, там написан наш старый календарь, что он пишет, в лето такое-то, в 6058 от сотворения мира был измерен Керченский пролив в минимальном месте. Подождите, как же так? Вроде все уже приняли другую религию, почему нет своего календаря, почему календарь используется старый, то есть этот календарь присутствует? Присутствует. Можно сказать, ну ладно, потом его забыли. Мы приходим в 1913 год, а там все прекрасно, люди помнят, там идет захоронение царственных особ, а там пишут, и вот, как говорится, по христианскому календарю, и вот по календарю от сотворения мира в звездном храме. То есть продолжается традиция, и сегодня мы с вами пользуемся этим календарем, и там прекрасно написано, что сейчас идет 7525 лето. Идет, идет, но 13,5 лет назад произошел великий потоп, который привел к тому, что вращение земли замедлилось. Это замедление вылилось в 5 Виктор, вернее так, не потоп вызвал замедление земли, а те события, которые вызвали потоп, они повлияли на изменение и цикличности вращения земли, угол наклона оси, наверное, вот так, потому что сам потоп, это уже следствие. Да, оно потопы, извержения, дополнительный вес в виде осколков Луны и очень много остальных чудес привели к тому, что добавились 5 дней. Товарищи из Египта говорят, что эти 5 дней поминальные, эти 5 дней добавлены в память о погибших, в них эти 5 дней ничего нельзя делать. Товарищи майя тоже уверены, что это память о погибших, извините меня, где майя, а где египтяне. Наши предки поступили чуть более мудрее, они сказали так, раз 5 дней добавилось, давайте сделаем так, в нечетные месяцы мы добавим по одному дню, и теперь каждый первый месяц, третий, пятый, седьмой, девятый, уже не по 40 дней, а по 41. А священное лето раз в 16 лет опять будет добавляться 4 дня в четные месяцы. Будет священное лето раз в 16 лет для синхронизации с фактическим оборотом Солнца, и будет священное лето, где все 9 месяцев будет по 41 дню, и мы опять выйдем в начало системы. Ведь в чем проблема современного календаря? А проблема его в том, что он же не совпадает с Солнцем. Почему они перенесли на 13 дней? У Солнца Рождество, как говорится, уже произошло, а они через 13 дней его празднуют только. Вот же в чем юмор. Они никак не привязаны к природе. Они отвязались от природы и пытаются отвязать нас. Ну а наша задача живите как хотите, празднуйте хоть по любым календарям, по китайским, как угодно. Ну китайцы почему-то знают. и один календарь и другой. Почему мы не будем их знать? Давайте знать и помнить оба календаря. Тем более, что, например, мне, опять же, этот календарь помогает идти в прошлое. Именно при помощи данных календаря я ищу и от чуда нахожу доказательства этого. Нахожу ту же Атлантиду нашел, ищу следы наших предков. А наука же ограничена, они сами себя ограничивают. Неизвестная культура где-то зародилась, где-то умерла, никаких следов. Поэтому они не могут соотнести, например, те же фетские диски с молтынской пластиной. А ведь это одна и та же система, только между ними разница в 20 тысяч лет и всего лишь. Ну и пару других. Скажи, по твоим представлениям и наблюдениям, есть ли какие-то изменения в движении Земли, которые бы указывали на то, что Земля восстанавливает свою ось и скорость вращения к тому, что было, вот скажем так, до столкновения с осколками Луны Фата? Или вот как она сейчас вошла после падения осколков Луны Фата на Землю в какую-то определённую скорость вращения, там, вибрацию, так оно и продолжается? Ну в статьях это не отражено, потому что, честно говоря, я не сильно люблю толкать своё мнение без письменного подтверждения, потому что, как говорится, я тоже много бы мог рассказать, но пытаюсь не заходить в эти дебри, в то, что не доказано, не давать, ну дабы некоторых людей не смешить, а во-вторых подтверждать это всё, как говорится, бить врага его же оружием, бить наших заклятых друзей ихними же изучениями, ну конечно всё не так, как было после этого удара. Послушайте науку. Я привожу в статье научные изыскания, что же знает наука, например, о том, что произошло 13,5 тысяч лет назад. Наука пишет, произошёл какой-то клизм, скорее всего, столкновение с большим небесным объектом. Этот небесный объект привёл к смещению, к потопу, к изменению оси, к изменению может даже формы Земли. То есть они знают об этом событии, что было 13,5 тысяч лет назад. Знают, всё они это прекрасно знают. Но дело в том, что кто-то скажем так мягко всё-таки стабилизировал тогда систему Земля-Луна. Потому что лунный год, той лунный месяц он тоже особо не выделяется, потому что он тоже тогда был 360 дней. В легендах тех же египтян это описывается как отняли 5 дней от Луны месяца и добавили их к Земле для стабилизации её. Иначе система бы вообще пошла в разнос и у нас бы до сих пор эффект ядерной зимы никуда не делся. А так он всё-таки примерно 12,5 тысяч лет назад он стабилизировался. Кто его стабилизировал? Как стабилизировал? Сама Земля, внешние воздействия. Я бы не хотел об этом говорить, но стабилизация произошла. Сейчас мы видим не то, что стабилизацию, мы видим увеличение вибрации Земли. И что такое вибрация Земли? До этого вибрация Земли уменьшалась даже не из-за катастрофы, она уменьшалась из-за того, что мы входили в определённые низкие области пространства, низкочастотные. И катастрофа эта произошла, потому что мы с больших частот переходили в низкие. Но мы этого дна достигли. И вот этот переход, о котором все кричали «Майя, Майя», они кричали об одном — изменении вибрации Земли. Раньше она была 7 Гц. Это частота сна головного мозга у человека. Сейчас, по официальным данным, она 15 Гц. Это частота бодрствования головного мозга. Люди наши просыпаются, не только наши. Они начинают больше думать, включаться разные способности. Идёт изменение на энергетическом уровне. Лично по моим данным, хоть я не хочу приводить, лично по моим данным, частота вибрации больше 40 Гц. Но есть официальная точка зрения, хотите соглашайтесь, что 15 Гц, хотите не соглашайтесь, это ваше дело. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что когда частота вибрации Земли достигнет 50 Гц, мы сможем попрощаться с нашей электрической системой. Слухи об этом циркулируют давно, скажем так, в среде интересующихся. Поэтому лично я давным-давно уехал с большого города, приехал на Землю и пытаюсь восстановить родную культуру в пределах одного поместья. И вам советую поступить так же, потому что что будет, когда отключится электричество и когда это произойдёт, я не знаю. Но это когда-то добудет. Понятно. Я предлагаю сейчас вот что сделать. Если ты основную часть доклада уже сделал и как бы планируешь переходить в формат общения с нашими радиослушателями, то в этом случае давай к нему и переходить. Если же у тебя что-то ещё намечено, то тогда можешь продолжить. Какой вариант? Ну, дайте мне пять минут. Доходи десять. Доходи десять, пожалуйста. А потом начнём с вопросов, потому что я думаю вопросов тут и так громадьё. Мы уже вторую Луну Уфату подтвердили, нашли кучу календарных систем. Я бы хотел обратить внимание людей на фески диска, диски из Мали, для того, чтобы они сами, без моей помощи, великих дядь и науки, могли подтвердить или опровергнуть эту систему. А в чём же ж юмор этих дисков из Мали? Это та же самая система. В ней идёт синхронизация по Луне, по Солнцу. Феский диск это синхронизация по Солнцу. Там ярко есть и камень Аллаты, четыре его позиции основных. Можете, посмотрите, как Солнце движется по небосклону в течение года и вы увидите эту схему на этом феском диске. Просто она, феский диск из двух сторон. Я специально, если вам картинку показали, специально отметил эти даты и специально вам показал, что он сформирован чётко по 40 дней. Там есть корректировочные дни, которые позволяют это дело корректировать, но он отображает именно движение Солнца. На нём ярко видны созвездия. Там есть и созвездие Водолея, и созвездие Плеяд. Лично я вообще, кроме вот этого камня Аллатыря, увидел там Плеяды. А Плеяды, они основное созвездие, которое я описывал тоже, диски из Небры. Диск из Небры это современная Германия, западные славяне. Этому диску загадочный артефакт тоже для них. Он загадочный может быть для них, но на этом диске из Небры, о чудо, две Луны. Две Луны изображены. И Плеяды, основное созвездие, именно эти созвездия, там оно на фестском диске в виде колёсика из семи сестёр, семи звёзд. Оно часто светится, эти Плеяды. Поэтому для меня это ещё больше укрепило, что это солнечные часы, календарная система, и по дням, и по часам она могла использоваться, и по месяцам. Так что плюс, полное соответствие Малтынской пластине, просто в Малтынской пластине этой прибайкальской культуры, там есть левая и правая сторона, а в фестском диске вверх-вниз. Плюс диск из Мали, это как раз часы, часы, которые у нас сейчас есть на площадях, которые подняты на эти башни, а это часы просто на площади, на плоскости. Там есть 33 лунки, 34-я для корректировки. Это именно конкретный лунный календарь. 33 месяца в году плюс 34-й, где 34 дня для корректировки, 1096 дней. Это три года земных. Опять, корректировка по Луне. Плюс всё это, я же говорю, потом было, отображалось, я привожу там астрономические часы из Праги, они идентичны. Стрелки я нашёл, когда писал про оптику древних, потому что все эти места занимали именно хрустальные линзы, линзы из горного хрусталя. Плюс, плюс, эти хрустальные линзы находят во всех захоронениях скифов, сарматов, их находят в Египте, в Америке той же, в Курганах, их находят везде, их находят в тех же непонятных норманах, для них непонятных, они есть везде, то есть, это единая система древности, плюс, сам Крит, он чем ещё слаблен, когда писал эту статью про оптику древних, это единственное место, где найдена мастерская по изготовлению этих линз, то есть, там изготавливали часы древности, а я обращаю внимание, что подобные часы найдены и в Саудовской Аравии, найдены под Донецком, найдены в Америке, найдены в Ростове, это при том, что наука на это всё забивает, как говорится, по страшной силе, ну есть там какие-то чёрточки, ну это камень, всё, ну там, чудом начертали, а то, что эти чёрточки соответствуют фазе Луны и Солнца, да кому это надо, они же не астрономы, они копатели, выкопали, и всё, отчитались, получили, и дальше, как говорится, можно жить припеваючи, плюс, в том же Крите, там отдельно я показываю, есть камень, а там на камне 40 лунок, а 41-ая большая для корректировки, ну откуда они взяли, так это же календарь наш опять же, то есть всё указывают, там другие камни мне не удалось найти фотографии, так что, если найдёте, имейте ввиду, то камни для корректировки по другим пяти планетам, Венере, Марсу, Юпитеру, кстати, на том же Феском диске есть такая большая-большая штучка, как бы из двух этажей дом с дисками, это и есть или Юпитер, или Сатурн, то есть тот объект, у которого есть диски, так нам говорят, оптика появилась 300 лет назад, без оптики эти диски не увидишь, пояса этих планет, так что там есть, на этом Феском диске есть праздники видеолотеря, есть конкретные созвездия и даже есть планеты, опять же, это наш подтягивает к единственной жреческой традиции древних. Ну, для начала это все, давайте лучше. Алатырь выделен таким треугольным, да, треугольный камень, Алатырь? Нет, нет, треугольник в центре я выделил специально, чтобы показать, что Фесский диск имеет стрелки, которые должны быть четко направлены на 34-ю корректировочную лунку диска из Малии, это подтверждение, что это одна общая система, и стрелка это показывает, а Алатырь, он выделен кружками, и там даты стоят 22-09, 22-22, вот это все Алатырь там подображен. А стрелку я показал, что это именно часть диска из Малии, что это не какие-то отдельные объекты, это единая система. Хорошо, а вот голова иракеза, что означает? Часто встречается такой дядька Решлеми или иракез такой? Ну вот, я сам над этим думал, это либо современное созвездие Льва, либо Марс, потому что там есть голова без иракеза, это Меркурий, скорее всего. Это пока под вопросом, для этого, конечно, надо наблюдать с того места эти созвездия. Если стрелки, которые показывали Луну, Землю, Солнцу, я показал в статье про оптику и привел их там, что смотрите, это стрелки, которые перемещались постоянно, то что вы можете там увидеть на феском диске еще, какие знаменитые созвездия? Там есть голова пса, созвездие пёса, оно известно, там есть голова барана, созвездие овна, ну что вы его не знаете, знаете, там есть обозначение водолея, известен водолей, известие, он и так обозначается, как две волны вместе, он и сегодня так обозначается, то есть это явное указание на созвездие, То есть в основном это всё созвездия, да, указаны здесь? Созвездия, основные праздники, по ушел от Ирии, это же не созвездия, это праздники. Ну да, я говорю, в основном, но есть ещё и помимо созвездий. В основном созвездия, так самое интересное, эти созвездия мы найдём и в турецкой обсерватории, которой 7 тысяч лет, там опять же всё крутится 40-45. 40 — это основные созвездия, опять это основные 5 планет. То есть постоянно этот цикл 40-45, 40-45, в том же диске из Небры, там 40 лунок по ободку этого диска идёт. И указаны опять основные звёзды и созвездия, звёзды и созвездия. Больше в чём не делаем. То есть получается, ты перечёркиваешь расшифровки фестского диска тех людей, которые просто пытались прочесть на фестском диске какие-то письма, например, там Россию не чарует, очи и так далее и тому подобное. Я не просто перечёркиваю, я говорю по-другому. Есть система, как вы знаете, информационное поле Земли. Люди хотели, например, расшифровать. Они обращаются к тому времени и получают ответ от того времени. Информация получена, скажем так, на полевом уровне. Она имеет право на существование, но, к сожалению, к фестскому диску она не имеет прямого отношения. Там не письменность, почему они не могут её расшифровать. Там звёзды, созвездия, планеты и основные праздники. И это подтверждается и прибайкальской культурой. Обратите внимание, я привожу там конкретные цифры. Там не только цикл 40. И в прибайкальской пластине есть одна сторона 124, другая сторона 120, по-моему. А в фестском диске одна сторона 123, другая 119. 123 разделите на 40. Сколько получится? Ну, получится 3 месяца, а вот эти 3 дня, они там корректировочные. То уже по уши солнце идёт вверх, идёт вниз. Вы увидите там, кто будет это интересоваться, что это дни корректировки. Вы помните, что 25 декабря там солнце 2 дня находится в определённой точке одной. И там они 2 дня эти отдельно выделены. Пошёл праздник Рождества, пошло солнце на восхождение. То есть этих признаков там огромное множество. Совпадают и числа, и стороны, всё совпадает. То есть это не письменность, это часы. Синхронизация по солнцу для 16 дней. Хорошо. Ну что ж, переходим так к вопросам от наших радиослушателей, которые поступили в чате Народно-славянского радио и на канале Ютуба. Вопрос в эфир пришёл от Антона. Крепкого здравия. Знаком ли тебе ресурс asgard.com? Коля, да, твоё мнение по данным темам. И сопоставим ли это там, что здесь как-то сопоставим с твоими трудами? Ресурс знаком, но глубоко я не вникал, скажу честно. Хорошо. Я такой человек малоприятный, я не совсем согласен. Когда я вижу, что чем-то не согласен, я пока стараюсь дальше не вникать. Там есть свои ростки, но я не совсем могу согласиться. Поэтому глубоко не проникал. Слово «малоприятный» наверное здесь не совсем подходит. Не принимающийся в этом смысле, да? Нет, просто у меня на всё есть своё мнение, свои видения. И это не значит, что, как говорится, я со всем соглашаюсь. У меня есть свои уточнения, замечания. А иногда даже, как говорится, в группах продвинутых, вроде интересующихся, развивающихся людей, ну, как говорится, без мата, без каких-то замечаний. Просто показываешь людям, своим вроде бы, что, знаете, а ведь может быть и по-другому. Могут быть какие-то там нюансы. И тебя сразу блокируют. В общем, неудобный человек для некоторых. Да, поэтому мне когда что-то говорят, ну, я говорю, обратите внимание на это, на это, на это. И люди даже наши, развивающиеся, теряются и, как говорится, выбирают место блокировки, место обсуждения. И я двумя руками за, чтобы прийти к общим знаменателям. Там много интересной информации, правильной, ну, с чем-то я иногда не соглашаюсь. Понятно. Принцип простой. Нет человека, нет проблем. Ладно, идём дальше. Вопрос эфира от Владимира Изматеевича. Виктор, здравие. Зачем древним людям прибор для определения времени дня, если ритмы жизни были иные? Никто никуда не спешил? Ну, как это, зачем? Они не просто определяли время. Они определяли и время дня, то есть эта схема работала как часы дневные, она работала как часы ночные, как это не смешно звучит. Она работала как календарь ежедневный, ежегодный, ежецикленный, который синхронизировался по всем этим показателям. И, имея всю эту информацию, человек принимал решение, например, зачинать ребёнка или не зачинать. Какой ребёнок получил характеристики от рождения? А подходит ли мне эта жена? Подходит ли мне этот муж? А что сажать? А какое будет природное условие? То есть, как они? Они жили по природе. Они знали, что, например, будет суровая зима. Могли, может, сместиться больше к югу или запастись больше какими-то жирами. То есть, у них вся жизнь была на этом построена. Вся. Но они определяли время. В том-то и дело, что ориентировка по звёздам в итоге им позволила быть отличными мореходами. И когда вы встречаете чудеса непонятных мореходов, знайте, это наши предки. То есть, оно помогало им во всём, в передвижении, в жизни на этом месте. И поэтому они определяли время и дневное, и календарное, и на большие периоды, о которых мы даже сейчас и не помышляем. Хорошо. Вопрос эфир от Игоря из Ярославля. Здравия ведущим! Подскажите, находят ли какие-либо ископаемые артефакты, с помощью которых астрономы прошлого разглядывали нашу Солнечную систему, дабы составить календари? Это целая статья есть у меня. Оптика и телескопы древних 5300 лет назад. Или подарим современной науке очки, дабы она заметила слона в виде артефакта в оптике по всему миру. Они найдены по всему миру. Эти линзы, которые не могли существовать ещё 300 лет назад, они существуют в захоронениях, которым тысячи, четыре тысячи, пять тысяч лет. И причём у скандинавов, у американцев, в курганах скифов их относят к украшениям. Я их все показал. Нашёл эту мастерскую на Крите, показал её, показал указки, стрелки для этих часов каменных. Всё это существовало. И показал даже изображения телескопа у Вавилона, у тех же земноморских изображениях. И обратил внимание на людей, которые тоже в англоязычной среде обращали внимание. Так что всё это есть. Всё непросто. Они даже имели... Но это будет лучше, мы с вами отдельно поговорим. Этот разговор запланировал отдельно. Всё это было, есть, никуда не делали. Хорошо, хорошо. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Представьте себе, Лунафата или её осколки падает на Землю. После этого ледниковый период обеспечен 13 тысяч лет назад. Тут трудно не согласиться. С ним даже наука согласна. Да, тут наука с тобой из Эстонии, товарищ Виталий наш любимый, согласна полностью. Идём дальше. Реплика в эфир от Виктора Измутич. Осмелюсь заметить, что в индейских календарях цикл 11 и 13 – это не периоды вращения неведомых тел. Это количество людей в домах. Два дома по пять человек плюс один главный человек. Иногда плюс ещё два человека. Но доказать я это не могу. Ну, как говорится, а дома? Я же вам говорил только что. На феском диске есть изображение огромного двухэтажного дома с двумя кольцами. Это явное указание или на Сатурн, или на Юпитер. А кольца без оптики не увидишь. А на Крите сама оптическая мастерская. Так что дома, конечно, дома. Ну, наверное, в телескоп виделись как огромные дома, из которых идёт пыль и ещё более подобное. Так что давайте не трогать число 11. Иначе мы придём в синхронизации по Луне, у которой был период обращения в 7 лет. Не будем её трогать, потому что давайте до этого дойдём. Там есть ещё и то, что было 30 тысяч лет назад. Какое огромное количество обсерваторий. Но это будущие статьи. Не забегайте вперёд. Если бы я так прыгал, нас бы вообще никто не понял. Мы так хоть как-то связали, хоть ниточку протянули на 13,5 тысяч лет, 20 тысяч лет. Давайте не будем трогать пока то, что было 100 тысяч лет. Информация есть, она накапливается, собирается. Приветствуются ссылки, дополнения. Я двумя руками за. Ну, давайте не трогать пока это. Хорошо. Не будем трогать тему, которая нас ожидает. Вот чуть-чуть во времени, чуть оттянута вперёд. Так, дальше. Реплика эфира от Тианы. Здравия, Алексей и Виктор. Виктор, я изучаю астрологию на базовом уровне. Обучалась у Юрия Хана. Проходила западный академический курс астрологии. Сейчас очень хочу изучить ведическую астрологию. Итак, от центра до конца спирали получается 31 сектор. От конца спирали до центра 17 секторов, что в сумме даёт 48. Это что, количество недель в году? Вывод, что перед нами лунный понедельный календарь. Причём, не простой, а с картинками. По сути, разъяснение определённых аспектов с чётким пояснением. Что будет, если война в тот или иной аспект, или как на него выйти. Будто показывают, как выйти на тот или иной аспект. С ума сойти там указаны все минорные и мажорные аспекты. И приведены процессы равноденствия. Это получается весьма эффективный способ определения того, в какой именно точке неба будет находиться Солнце. И при том не просто в какой-то определённый день, а в каждый конкретный час. Это же фантастика. Почему до сей поры умалчивают, нужно продвигать? Как им пользоваться? Вот такой вопрос реплика. Вопрос интересный. Это, наверное, она просто прошла на спрашивать. Професский диск, я правильно понимаю? Она там эти, потому что там есть такие позиции, как говорится, разбиты и по 30. Есть такие схемы, там тоже присутствуют. Опять же, для синхронизации с Луной. Дело в том, что давайте хотя бы вскроем принципы астрономические. У меня есть эти описания, что получится, что нужно. Как это вообще отражалось на парах, скажем, на людях, как формировались пары по этому, как планировали детей. Вы представляете, какой это объём информации, хоть на секундочку. Я написал, по-моему, под 20 статей. Так вот, если бы я вам её выдал сейчас, это не то, что 20 статей. Там бы пришлось нам с вами месяцами сидеть и слушать, и считать, и учиться. Мы пока люди не готовы к этому, я бы сказал так. Давайте хотя бы покажем, что это не из пальца взяту, а это конкретные тысячелетние испытания, отработка, накопление опыта. И тогда придём и к этой системе. Она позволяет решать все задачи. Не просто все, а вообще все. Какие только вы можете себе придумать. Виктор, вопрос такой. Ты не пробовал перевести тот же самый феверский диск в современное представление человека, например, с названием или с ображением небесных объектов, как сейчас большинство современных людей это себе представляет? Может быть, тогда это стало бы понятным, и уже когда бы это поняли, то в этом случае можно было говорить, а вот я сделал по этому принципу, и показать феверский диск. Ну, мы покажем. Ну, всё-таки феверский диск — это осколок. Маленький-маленький. Мне бы хотелось для начала показать вообще всю систему. Мы до конца системы, мягко говоря, не дошли. Лично у меня в планах дойти хотя бы до 30 тысяч лет, там очень много интересностей. Потом до 100 тысяч лет, а потом уже заниматься такими вопросами, как объяснение, как это работает, как это влияет, что это даёт, как это отображается. И потому что наши предки не знали многих проблем, что испытывает современное человечество в принципе. Они не знали этого. Почему? Да потому что они всё чётко могли предсказать заранее. И лично я, так как немножко знаком с этой системой, скажем так, скромно, я её протестировал на всех людях, которых я знаю. И она везде подтверждается. Хорошо. Хорошо. Реплика эфира Тианы. Как наши предки попали на Крит? И кто такие эти загадочные этруски? Как они стали прародителями римлян? Как они там оказались? Так они там всегда жили, давайте скажем так. Жили они там всегда. Это система, придуманная современной наукой. Что есть там кто-то Крит, одни минойцы, другие не минойцы. Это всё равно, что сейчас прийти и сказать, вы знаете, в районе Владивостока живёт неизвестное племя владивостокцев. В районе Санкт-Петербурга неизвестное племя Санкт-Петербургцев. В районе ещё чего-то неизвестное племя московцев. Это всё наименование науки. Вряд ли они так сами себя называли. Обратите внимание на тех же греков. Греков-то нет. Дело в том, что история вообще описывает, что после крушения этой цивилизации в результате других катастроф туда пришли ахейцы. Их самоназвания никакие не греки. Они сами называются Эллины, Хеллины. По-западнославянскому это как пришедшие из пекла, пришедшие из жарких стран. А наши предки? А наши предки оттуда никогда и не уходили. Да, там после катастрофы, что было 13,5 тысяч лет назад, погибло очень много людей. По данным от 80 до 90 процентов это была гибель населения Земли. И просто те, кто выжили, вернулись на те территории, которые стали пригодны для жизни. Вот и всё. Плюс они приходили туда не просто так, а просто заселяли, расселялись, когда условия позволяли, и шло возрождение наших же людей. И они расселялись на старые места, никуда не уходили. И их следы прослеживаются на всех континентах во все времена. Африка, как называлась раньше? Левия. Кто назвал Левию? Левы там живут. Ну кто это мог назвать? В центре Африки есть государство Конго. Кому неизвестно слово Кон? Кому неизвестно слово Го? Го – это небесное движение. Всё это известно. Они там не чудом как-то оказались, они там всегда жили. Просто в какой-то определённый момент их оттуда катастрофы, плюс нашествия, плюс войны, плюс все эти события привели к тому, что их там не оказалось. А так называемые загадочные труски, ну так это этнос русский, ну наука их так называет. У них само название, скорее всего, было другое. Все они славяне, как ни крути их, как их ни переназывай, в какие бы времена ни размещай, генетически, это одни и те же люди. Культурно это одни и те же символы, одна и та же традиция. И те же, тоже гречество, это жречество. Ну искажение от слова «жреческий». Они же повторяют, те, кто там живут, они не греки, они хеллины, хеллины. Они сами себя так называют. Обратите внимание, главный бог, так называемый господ греков. Зевс. Неизвестный вам товарищ? А справа налево его прочитайте. Свет. Ну там букву «Т» немножко повернули и прописной написали. А там его начинают выводить. С арабского это «ды», не «ды», это «свет», не «свет». Да он тут четко по-русски вам написан, что это «свет», это искажение наших предков и наших главных богов, по которым шла вся цивилизация. Так что ничего там неожиданного нет. Они все оттуда появились, они там и были. И были на всей территории земли. И у меня отдельный цикл идет. Мы уже с вами говорили про белые боги Америки, но я вижу, что нужно показать белых богов Египта, Вавилона, Китая, иначе люди не поверят. Так что готовьтесь, морально готовьтесь. Раз нужно, покажем. Хорошо, реплика эфира от Виталия из Эстонии. Григорианский календарь 365 дней за три лета, ну здесь за три года, наверное, правильно говорить в этом случае. 360 дней одно лето или один год. Калидыдар жреческий 365 дней 15 лет и 369 дней одно лето. Вот и почитайте, почему у нас не совпадение в календарях. Григорианский календарь это каждый год 365 дней. Вот такая реплика. Идем дальше. Вот Виталий из Мытии. Я уже попутно начинай. Из Эстонии. Ищите и обрящите. Правильно. Так и действуем. Реплика эфира Тианы. По поводу христианства. В то время люди, чтобы их не убивали, формально ходили в церковь, а продолжали жить по традиции своих предков. 1652-1658 годы. Правление патриарха Никона. Он видел, что народ все равно украдкой чтит традиции. И он уничтожил основу традиции предков. Каждому ведическому празднику посвятил определенного святого. И получилось, люди празднуют ведические праздники, но как бы христианские. Есть обычай разбивать пасхальные яйца, присущие, кстати, только русскому народу. Символ уничтожения Луны Лели. По сути, праздник победы светлых сил. Вот так развернуто. Алексей, пять копеек. Обратите внимание на фамилию патриарха. Никон. Нет конам. Отменили коны. Отменили основные принципы, по которым жили наши предки тысячи и тысячи лет. Совпадение ли это? Или это просто, как говорится, человек родился с такой фамилией специально, или вот так назвали специально, чтобы он исполнил эту миссию? Но мы только что говорили про конго. Где конго? Где Никон? И это четкое указание нашего языка, что были отменены коны. Вот это же и есть, эти коны мироздания, эти спирали жизни. Вот и были отменены эти принципы, которые Петр I окончательно уничтожил, убрал астрономические часы, и заменив их вообще на непонятные, ни к чему не привязанные. Ну как, чтобы было сделано по всему миру. Хорошо, идем дальше. Всем крепкого здравия. Вопрос эфир. Посмотрел я внимательно на фесский диск, и возникла мысль, что некоторые кривые, поперечные и спиральные линии на диске, скорее всего, не случайные, потому что некоторые линии нарисованы совершенно ровные, и даже самая длинная из поперечных линий ровная, но сделана под углом к краю, хотя места для того, чтобы ее прочертить, там хватало. Что соведущий думает по этому поводу? Сакральная геометрия? Ну, сакральная геометрия, конечно. Это вообще все, что мы видим, так называемые спирали жизни, они и есть. Ведь что отображает в себе движение Солнца, планет, Земли, Луны? Вибрации. Вибрации, которые, они же в объеме, это мы видим их сейчас на плоскости. Это объемные структуры. И все эти цветки жизни, схемы, это как раз отображение этих вибраций, этих движений, основных положений. Ну, назовите это сакральная геометрия. Это она и есть, причем объемная. А мы еще не дошли до многополярной. А ведь, дойдя до многополярной, мы же добавим себе и другие объекты Солнечной системы, которые мы сейчас не фиксируем. Они-то есть. В науке то не только это проблема. Мне так хочется помочь науке решить еще одну проблему. У них проблема с Солнечной системой, она не находится в равновесии. Им не хватает огромное количество массы. Они начинают придумывать, что там какие-то льды летают далеко-далеко. И очень их много. На самом деле, это планеты нашей Солнечной системы, которые сейчас не фиксируются в результате своих характеристик. И в том-то же мы идем туда. Хочется показать людям, что это не просто так оно свалилось откуда-то, что люди умели, имели возможности, делали все это, знали и обладали знаниями намного большими, чем мы сейчас можем представить. И отражены они не только в наших знаниях, не только присутствуют в культурах всей Земли, Вавилона, Египта, Майя, но и присутствуют физически сейчас. Так что парочку десятков Нобелевских премий надо записать на наш род, на народ. Вот у вас сейчас, Сенька, тут выступает товарищ Тюняев, это его тема. Обратите внимание на эти статьи, пускай берет, пользуется, пускай получит пару Нобелевских премий для нашего народа. Так и запишет. Автор народ. Давай я тебя просто непосредственно с ним свяжу, и вы так за чашечкой чая пообщаетесь, и эти премии решите, когда и как получить. Нет, да, вы же поймите меня правильно. Вся эта информация, она есть. Она должна и принадлежит народу, нашему роду. Поэтому наука, она не может, не хочет. И я очень рад, что в своё время не пошёл туда, а пошёл своим путём. Оно не наложило на мне все эти запреты, ограничения. И то, что вы видите, это, я считаю, хоть и детский уровень, но для начала, для разработок и доказательств, как говорится, мирового уровня, вполне достаточно. Просто нужен человек, который может это дело, во-первых, подтвердить, заинтересоваться и перевести в научные доказательства, которые запишут хотя бы на народ. Меня бы это полностью устроило. Хорошо. Идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор. Расскажи от себя, будь добр, пополни багаж знаний про Бога Каледу, который по преданиям появился на свет примерно 8500 лет назад. Он рассказал людям расы о Великом Колле, о дне и ночи Сварага, а также учредил первый Каледы Дарк, то есть календарь. А также поясни про цвета на Великом Мире Яве, где Явь, Нафь и Правь окрашены в белый, небесный, червлёный цвет. Соответственно, и эти цвета присутствуют на Триколоре России, если в присутствии этих цветов на флаге России высший божественный промысел. Благодарю. Вот такой интересный и сложный вопрос. Ну, да, тут один вопрос. Одним вопросом нужно рассказать про всю культуру народа. Ну, давайте, как говорится, сократим его немного. Всю культуру мы не отобразим. Хорошо, что с сечём? Что с сечём, о чём не будем говорить? Нет, нет, сечь ничего не будем. Я выскажу лично своё мнение. Как говорится, подтвердить мне его нечем. Хотите принимайте, хотите нет, но обратите внимание. Он правильно говорит. Есть правь, есть нафь, есть я, всё понятно. И тут же говорит, есть цвета. Обратите внимание, главные цвета. Белый. Бог есть любовь. Ответ ясен и понятен. Белый цвет, белый человек, белая мозговая жидкость. И если этот человек, люди Бога ведают, он соответствует этому понятию. Он развивается, идёт по свету. Цвета синий и красный. А вы их знаете прекрасно. Кто в роддоме бывал? Да все, кто это слушает, бывал. Девочки и мальчики, какие вам цвета давали? А ну вспоминайте. Красный и синий. Красный и синий. Давали? Давали. То есть это в кого? Это отображение, скорее всего, именно женского и мужского начала. Как женское начало у нас отображается? И мужское. Инь и янь. Добавьте славь. Славь, инь, янь. Славящий мужскую и женскую энергию. Кстати, этот символ инь-яня это не товарищи чинайцы. Он в том же присутствует в Мезине на Украине, присутствует на том же Крите, присутствует у тех же товарищей индейцев основа календарной системы. И читается он чётко. Это знак роду. Р, О, Д. Вот это символ инь-янь. Такой ответ устроен. Иначе можно продолжать и продолжать. Вопрос очень разнавален. В общем, цвета российского флага не случайные. Ничего случайного нет. Хотите, принимайте. Хотите, не принимайте. А белый цвет это вообще всеобъемлющий цвет. В нём вообще все цвета содержатся. А флаг, он скорее всего отображение того, что соединение мужской и женской энергии приводит к достижению назовём это рая на земле. Рай — это опять же белый цвет. И это устремление к божественным истокам. Такой ответ. Давайте продолжать, иначе мы на нём будем постоянно крутиться. Реплика эфир от Виталия из Эстонии. Сейчас с 2012-2013 годов можно делать такие открытия, которые учёные просто раньше не видели. Дальше. Реплика эфира опять же от Виталия, нашего любимого из Эстонии. А учёные из старого мира пусть молчат дорогу новым и хорошим исследователям и учёным. Так это Свободу Юрию Деточкину. Так вот вспоминаете сразу. Не, ну Виталий, Виталий, ну что вы такое говорите? Учёные из Англии, Америки утверждают, что на Земле существует единый язык. И единый язык у всех землян. Я даже и в прошлый раз говорю, я могу подсказать даже, что это за язык, откуда он взялся. Так что, ну зачем же? Зачем же мы будем отрицать часть системы? Это система. Она полная или не полная? Может вам нравится или не нравится? Ну она такая. Так что не будем их, как говорится, принижать их доказательства. Ребята молодцы. Они определили единый язык всей планеты Земля. Мы им его подскажем. Но это в следующей статье. И подскажем, и укажем. Вопрос в эфир от Владимира Азамутича. Вот сидели умные люди наподобие нас и думали, как всю эту путаницу разрешить. И договорились сделать так. Первая договорённость. Условное математическое представление цикла вращения Земли. Это 360 градусов в окружности. Градус – один день. Вторая договорённость. Астрономическое представление цикла. Это 365,25 дней в цикле. Ну, четверть. Это дня. Для точных расчётов. Третья договорённость. Житейско-хозяйственные представления. Хозяйственные работы, праздники, сельское хозяйство. Сколько надо дней, сколько и добавлять, чтобы было удобно в прикладном отношении. Почему людей так беспокоит календарь? Пользуйтесь, каким хотите. Вот такой вывод. Дело в том, что пользуйтесь, каким хотите. А когда сажать? А что сажать? А подходит мне эта жена, а мне этот муж? А какой ребёнок получится при зачатии? Откуда это взять? Как хотите? Пускать это всё на самотёк, как сейчас можно. Но обратите внимание, до прошлого века наши предки считались и были самой здоровой, самой сильной и самой развитой в человеческом отношении людьми на Земле. Почему? Они соответствовали этим понятиям. Они соответствовали небесным понятиям и не отходили от него. Да, действительно, есть более простые календари бытовые, а ведь есть календари, извините меня, на миллионы-миллионы лет. Ну куда нам миллионы лет? Нам бы хотя бы выйти из этого шестого века, чекого там у них в истории записан. Тут хотя бы показать весь цикл календарный для нашей Земли. А ведь он 25 тысяч, девятьсот двадцать лет. Я даже длинный счёт пока не трогал специально, потому что давайте идти последовательно. Наша задача, хотелось бы помочь людям вспомнить всё это, для того, чтобы избежать огромное количество проблем, которые они сами себе накликали, и не только в отношении с природой, но между людьми. И у меня эта возможность есть, я хочу этим поделиться. А каждый может себе решать, нужно оно им и не нужно, это ж без вариантов, как говорится. Каждый сам для себя решать. Я не против решения каждого человека индивидуально. То, что я предлагаю, вспомнить, как жили наши предки, подходит, не подходит, это вам решать. Ты так оптимистично начал, когда сажать. Думал, закончишь, кого сажать. Сто процентов. Да. Так, дальше, дальше. Реплика эфир от Виталия из Эстонии. О ферском диске есть много фильмов, документальных. Знаем, Виталий, благодарю, что напомнил. Вопрос эфир. Смотрели, благодарю, Виталий, смотрели, именно оттуда я узнал про вот эти вот календарные системы, именно благодаря этому, изучая Гриневича. Первая статья моя это Гриневича, как перевод его книги. Она позволила связать всё это в единый народ, единый род, а потом ещё и позволила развить и эту версию. И она подтвердилась благодаря дискам Мали, нашим скромным наблюдениям и работе учёных и астрономам древности 20 и более тысяч лет назад. Потому что впереди нас ждут новые сенсации, не переживайте, там количество астрономической обсерватории найденных сейчас уже сотни, учёные не хотят их подтверждать, ну а мы с вами подтвердим, нам там чё. Ты знаешь, когда вот я упомянул Гриневича в очередной раз со своей стороны, помимо того, что ты говорил, когда я сказал, вот есть расшифровки разные, чтение фестовского диска, то вот, наверное, стоит отметить следующее. Если, если ты заявляешь о том, что это астрономический календарь, который рассказывает о жизни, когда, чего и как, связанных с небесными циклами, но при этом этот астрономический календарь читается вполне понятными русскими фразами, то меня это лично наводит на мысль следующее. Не то, что кто-то прав или не прав, а немножечко на другую, что всё, что есть божественное и космическое, оно всё заложено в родах наших, то есть в родах русов-славян. Поэтому, если вся система небесная может произноситься русскими понятными образами и словами, это говорит о том, что кому-то это нравится или не нравится. Наши предки пришли оттуда, и наши предки есть воплощение божественного здесь на земле. Потому что что в знаках, что в символах, что в образах, что в словах, это всё произносится и читается. И причём не просто абракадабра какая-то, а всё достаточно слитно, понятно и указывает на многое чего. Хочешь календарь, хочешь стихотворные формы, хочешь заповедь, но всё это слитно, всё это понятно. Так что противоречников я не вижу. Я вижу, что у нас происходит на сегодняшнем момент очень интересное раскрытие вот этого бутона под названием «Славянский русский мир». Алексей, позволь с тобой согласиться и дополнить, потому что это мы говорим как раз. Мы возвращаемся к тому, что и должно быть. Мы возвращаемся к глубинной информации, которая идёт не только из материальных источников, а идёт из нашего сердца, идёт из высших энергетических потоков Земли, так называемая ноосфера. И всё это так называемые голубиные книги, глубинные книги, когда человек может посмотреть на одну информацию и пекарь там увидит то, что для пекаря лингвист, для лингвиста, математик, для математика, физик, для физика. Но это всё часть одной системы, многоуровневой, многополярной и многомерной, плюс имеющей полевые структуры. Так что только двумя руками за. Какое из отражений было освещено, такое освещено. Кто-то найдёт ещё и будет прав. Я думаю, что в божественном просто нет ограничения, поэтому тут я с тобой полностью согласен. Куда ни посмотри, что тебе необходимо, то ты из этого и получишь. А там, где нет божественного, там есть определённые ограничения. И уже шаг вправо, шаг влево, это считается нарушением той самой системы, которую кто-то выстроил. А в божественном нарушении никогда не происходит, потому что когда ты живёшь в божественном, то в этом случае ты соответствуешь всему мирозданию. Идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Виктор, как может исчезнуть электричество, если весь наш организм и организм Земли привязан к этому явлению, а сердце человека бьётся благодаря собственным электроимпульсам? Тот факт, что в человеческом теле, видимо, как и в любом живом организме, имеются электрические токи, называемые биотоками, то есть электрическими токами в биологических системах, стало известно давно. Эти токи, как и любые электрические токи, представляют собой упорядоченное движение электрических зарядов, а в этом смысле ничем не отличается от тока и электросети. Роль биотоков в функционировании человеческого организма очень велика. Роль электрических зарядов, электронов и ионов в функционировании организма также очень не важна. Они являются регулировщиками происходящих клеточных мембран, проходах клеточных мембран, ведущих из клетки наружу и извне в клетку, определяя таким образом все основные процессы жизнедеятельности клетки. Отсюда, Виктор, если исчезнет электричество, исчезнет всё живое на Земле и сама Земля. Благодарю. Фу! Вот нравится вам писать такие длинные послания. Умничайте, да, чтобы я мучился. Отвечай. Алексей, ну всё на самом деле очень просто. Я просто быстро отвечал и не совсем конкретизировал. Что я имею в виду? Никуда электричество никакое не уйдёт. Я имею в виду другое. Наступит повышение электрического потенциала. Она наступает и уже наступила. Вибрации Земли и когда 50 Гц будет достигнута Землёй, наступит резонанс, который приведёт к коллапсу энергетической системы искусственной на Земле. Люди же, животные, сама планета изменяются и будут и дальше меняться. Умирают виды. Не зря. Не зря они не переносят уже этих излучений, этих вибраций. Уйдут куда-то низкие токи. Да никуда они не уйдут. Просто добавятся высокие вибрации. И эти высокие вибрации придут к тому, что само население Земли изменится. Когда будет достигнута, я повторяю, 50 Гц, наступит резонанс в электрической сети искусственной. И она просто самоликвидируется. Брык, и взорвали все трансформаторы одновременно. А человек, токи, они никуда не денутся. Просто, например, если вы работаете на чистоте, живёте 7 Гц, вы, мягко говоря, просто умрёте, если не сможете измениться. Почему сейчас большая смертность от раковых заболеваний, инсульта, инфарктов? Это не потому, что даже на нас воздействует химия и подобная штучка. Просто изменение вибраций приводит к тому, что человек отказывается изменяться. И, извините меня, самоликвидируется именно самой Землёй. Хочешь жить в новом времени, изменяйся. И биотоки будут другие. Возможности человека другие. Почему мы некоторые моменты не можем полностью прочувствовать, что были раньше? А потому, что у людей были другие возможности. Тот же Тюняев вам же читал эти берестяные грамоты и говорят, в сотня грамотах три ошибки найдены. Орфографические или какие там ошибки он нашёл. Три ошибки в сотнях грамотах. То есть люди были намного более способны. То есть были другие вибрации, вибрации приводили к тому, что были другие люди. До 12-го года это люди переходные, называйте их индига. Это не то, что ещё нужно. А после 12-13-го года идёт рождение людей кристаллов, чистых людей, людей других, вибраций, у которых будут совершенно другие возможности. Не делайте из них людей. Пусть они будут такими, какие есть. Возите их в природу, пусть они развиваются на природе, потому что раковые опухоли, которые называются сейчас большие города, они самоуничтожатся. Цивилизация идёт по двум путям. Первый — техногенный, второй — биологический, как она была и раньше. Чем раковая клетка от здоровой отличается? Она огромное количество ресурсов потребляет на себя. Это и есть современные города. Поэтому в какой-то момент я собрался и уехал восстанавливать мощь природы и понимание своё, потому что вот это, что я вам рассказываю, я вам рассказываю, скажем так, один маленький-маленький кусочек, который я-то получаю от природы. Эта природа даёт все эти возможности. И следующий наш эфир, если позволят, как говорится, боги, предки, мы как раз начнём затрагивать основное, все истоки, природу. Природу — основу всего. Поэтому электричество было, есть и будет. Будут новые возможности. Электричество, как обращал ваше внимание Шимшук, это одно из самых простейших проявлений. Про электричество мы поговорим и в следующем видео. Так что это всё впереди, но не надо это воспринимать как истину в последней инстанции. Это требует, скажем так, мы с вами сейчас обсуждаем то, что должны изучать институты, а я вам предлагаю это как один человек. Для начала неплохо, развивайте, дополняйте, обращайте моё внимание, не думайте, что я прям всё знаю, потому что тоже благодаря того, что люди интересуются этим вопросом, есть эти диски. Ведь я это всё тоже где-то увидел, где-то заметил, где-то знал, где-то добавил, где-то вам теперь предлагаю. И, например, те же все камни из Малии я действительно все не видел. А там ведь есть камни Венеры, Марса и т.д. и т.п. Я их не нашёл, например, этих снимков. Человек говорит про, а как построить схему, как работала эта система. Опять же, это нужно делать эксперименты, строить модели, ехать туда, разбираться, проводить измерения, строить это в натуре, измерять для этого региона. Ну, например, для меня одного это крутовато звучит. Поэтому я ему говорю, давайте расскажем Тюняеву. Может, он это потянет, может, ему это будет интересно, потому что это уровень, как говорится, уже мировой. Ну, извините, я тут один, чем могу, тем помогу со своей колокольни. А вы уж подхватывайте, интересуйтесь, развивайте, добавляйтесь в друзья на социальных сетях, потому что друзья мне присылают ссылки. И я почему вас всё время отправляю либо на сборник статей Конта, либо на свой Ютуб-канал, потому что там привязаны социальные сети. Добавьтесь, покажите мне, распространяйте эту информацию, добавляйте, обращайте моё внимание, потому что я же-то не всё знаю, и мне это интересно, и если надо, я вам помогу, чем смогу. Так вот, это я. Хорошо, реплика такая, в мою сторону Николай Сергеевич написал. Алексей, а ты заведи помощник, который будет зачитывать в эфире длинные сообщения. Николай Сергеевич, я бы с радостью такого помощника в эфир включал, но как-то вот не находятся помощники. Ещё у меня очень большая такая идея найти ещё одного ведущего, который бы мог дополнительные эфиры проводить. Тогда бы было и больше эфиров, но пока таких самодвиженцев не нашлось. Ладно, продолжаем дальше. Реплика эфир от Тианы. Вы проводите курсы? Как можно на будущее ваши контакты получить, чтобы после связаться? Курсы ты проводишь, нет? Я только что на это ответил. Ютуб-канал, ссылки на статьи конта я вам даю. Я надеюсь, Алексей и Славянская радио их разместит под своим видео для того, чтобы человек, если ему интересно, он мог перейти. Во-первых, там собрана вся информация, а во-вторых, там есть привязки к социальным сетям, где вы можете написать мне, добавиться в друзья, потому что если добавляется живой человек, он всегда добавляется в друзья. Вот и всё. Курсы, да тут, да курсы, тут бы хотя бы поделиться тем, что знаешь. У нас, как говорится, всего-то второй эфир-то идёт, а тут уже делиться тем, что есть передовые наработки, я их иногда размещаю на Ютуб-канале, а вообще я вижу, что людям это малопонятно, поэтому я вынужден писать статьи, делать видео. Вот сейчас мы их немножечко закрепим эфира, и вот эта схема более-менее начинает работать, потому что вы же знаете, что нет пророков в своём отечестве. А те вопросы, что поднимаются и ещё нужно осветиться, больше 90% населения находится в закрытом состоянии. я могу рассказать, показать, да чуть ли не показать, как из воздуха золото получить, и из 100 человек 90% это даже делать не будет. А ведь у них куча проблем, они находятся в этих проблемах, как говорится, по уши. Но сама жизнь, сама система настроена на то, чтобы не дать выйти людям из этого состояния. А моя работа наоборот, предлагает тем, кому это не нравится, выйти из этого состояния. И даже если не получится сразу, а постепенно знать этот путь, и на собственной, извините меня, шкурке, этот путь испытывается. Ведь всё, что здесь сказано, оно в основном отрабатывается на самом себе. Как и понимание, восприятие, воспоминание, как говорится, обращение и в себя, и наружу, и к источникам физических планов, ко всем источникам. Так что тут до курса вы хотя бы обработайте ту информацию, что есть на канале и на сайте. Я имею в виду там, где собраны статьи. А там Алексей говорит про книги. В итоге это должно вылиться как минимум в две серии книг. «Белые боги мира» и «Календарь как основа жизни». Назовём его предварительно так. Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Наши предки жили на всех территориях Земли и после либо потомков на тех территориях не осталось, либо смешались с другими народами для продолжения рода. И поэтому неизвестно ничего учёным. Дальше... Вопрос не в этом. Можно ему как говорится возразить? Нет. Вопрос не в этом. Вы обратите внимание. Там были какие-то проблемы. Я бы не хотел это всё рассказывать, потому что это нужны статьи. Слова к делу, как говорится, не пресчёшь. Дело в том, что опять нам придётся брать этот календарь, вспоминать про ночь Сварога и понимать, что где-то наши ушли, где-то их уничтожили, где-то были катаклизмы, кто-то был переформатирован, кого-то где-то в первую очередь, вы вспомните Америку, приплыли, в первую очередь кого уничтожили? Элиту. А элита какая была? Белые люди. Белые люди по сказаниям, по мумиям, по всем артефактам элита застояла из белого человека. Именно таких индейцев уничтожали. Именно почему и вспоминаешь про скальпы. И скорее всего скальпы брали именно потому, что волосы, цвет волос должен быть отличался от тех индейцев, что остались. Там не считали именно по головам, а именно то, что как говорится ликвидировали нашего человека. Ликвидировали его остатки везде, где могли дотянуться. Поэтому обращаясь к тому же самурая, мы видим не самурая, а какого-то там желтолицого товарища. Тот же Тамерлан превратился из белого человека с огромной бородой, тоже в какого-то чинаица и так далее и тому подобного. Это совершенно конкретный заказ, почему я говорю наука и не может и не хочет. А мы можем, хотим и как сможем, поможем нашей науке. Нашей значит нашей. Вот и всё. Дальше вопрос в эфир от Николая Сергеевича. Здравствуйте, Виктор. Вы утверждали сейчас, что фесский диск изображает исключительно астрономические явления, а надписи на диске не имеют отношения к письменности. Но что тогда Вы скажете о том, что Наталья Бекетова, девушка, говорящая на 120 языках вследствие памяти своих прошлых воплощений, прочитала надписи на фесском диске, подтвердив расшифровку Гриневича? Благодарю. Могу подтвердить, что Гриневич мог получить эту информацию и получил её именно с какого-то метафизического плана или плана самой Земли или своего сердца. Почему он так и утверждает, что он его перевёл за вечер? Насколько этот фесский диск стал для него ключом в получении этой информации и насколько то, что он прочитал соответствует действительности, с его стороны он прав, и она права. и я прав, и мы все правы, потому что мы опять возвращаемся к информации именно глубинной. Он спросил сам себя про исторический период. Он получил ответ. Для того, чтобы его материализовать, послужил ключом этот фесский диск. Возможно это, вполне возможно, потому что письменность солнечная. Я подчёркиваю, это не просто какие-то знаки. почему их там 360? Один градус в один день, вот смещение солнца. Использовался горный хрусталь. Что там за информация закладывается? На каком уровне? Это нужно брать эти горные шарики с горного хрусталя, ставить, брать это солнышко, собирать эту систему вместе и смотреть, что будет. Так что они правы, но это основа календарной системы. Понятно. Идём дальше. Реплика в эфир от Тианы. Виктор, получается, греки напридумывали сказок, но основа была всё же ведической? Сказ о золотом руно – это тонкий намёк о том, что греки нашу письменность себе в руки прибрали. Или, быть может, я, наверное, понимаю, но с детства не понимала эту сказку, пришёл и чужое украл. Нехорошо. У нас запланирован отдельный эфир. Там так и написано «Славянская письменность про письменность всей Земли». В этой статье я и описывал эти греческие страдания, где бедные греки приехали, украли руны, руническое письмо, как оно было раньше. Показываю её пример благодаря тоже людям, интересующимся и видящим это. Они из глубины своей души достали это золотое руно, золотые руны. Они тоже сделаны в форме спирали жизни. Так что рекомендую вам или прочитать статью, или дождаться эфира. Так что всё украдено, всё переначено, немножечко изменено. Но сколько тысяч лет прошло, а мы, товарища Зевса, с вами раскусили за полсекунды, просто прочитав справа налево. да, то есть не за шкуркой барана золотого цвета отправлялись они, а именно за рунами, которые были определённым образом написаны, определённым видом написаны. На определённых, может быть, даже не пергаменте, а именно на чём-то, может быть, даже золотом, какие-то там таблички, что-то, ещё, ещё, видишь спирали жизни, она приведена там, вы увидите, вы всё поймёте. Или дождитесь эфира. Да. Дальше, реплика эфира от Виталия из Эстонии. Славянское православие природное является прародителем христианского православия, буддизма, иудаизма, части ислама. Всё. Такая реплика. Ещё раз. Помедленней или попонятней. Итак, Виталий из Эстонии написал, славянское православие, в скобочках природное, является прародителем христианского православия, буддизма, иудаизма, и части ислама. Точка. Ислам. Истиналам. Акбар. Белый человек. Воистину, Акбар, да. Ну так что, ладно. Ну, правь, славь. Ответ в самом условии. Прави, славь. Прави, мир богов, славь, мир предков. Ну, или, наверное, те структуры, которые мы не видим, ничего в основе всего. Конечно, православие это и есть основа чего. Мы по рождению православным. И всё. Ну, хотя ты не даёшь ответа. Из православия или славянского вышло христианское православие, буддизм, иудаизм, и ислам. Ну, будем считать, что и так всё понятно. Нет, ну, давайте я уточню. Дело в том, что христианство имеет только название, понимаете, своё. Если вы задайте себе вопрос, христианство, оно соответствует Христу? Если да, то почему из 1240 страниц самого Христа там оставили 7 страниц? Я про Библию не веду. Уверены, что 7 страниц, это сколько там, 1 сотая процента текста, соответствует тому, кого звали по одним историческим свидетельствам Ешуа Ганоци, который, он же после своих деяний стал Иисусом Христом. Он чему-то учил, почему пришлось так сокращать, и от Него, от Сына Божьего, оставили аж 7 страниц. Потому что он учил жить по законам Вселенной. Поэтому от Него очень мало чего оставили. А всё, что там сейчас напихано, вы сами можете понять, что там было чёткое указание, тексты не проявлять и не переписывать. Их исправляли только подтверждённых 7 раз. В Лилусе нет Евангелия от самого Христа, нет Евангелия от Марии, нет Евангелия от большинства апостолов. Куда их дели-то? И кого они там учили? Погибших? Овцев дома одного, опять же. Но всё это сократили, переначали. Основа единая везде. Просто они разбили на множество кусочков, и всё, и теперь мы не можем их собрать. А на самом деле всё возможно. Просто нужно видеть общую систему. Хорошо. Будем пытаться смотреть шире, чтобы увидеть общую систему. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Из просторов интернета вычитал, что каждому человеческому органу отвечает определённая звуковая частота. Но в случае возникновения резонанса с инфразвуком это происходит, когда частота внутреннего органа совпадает с частотой инфразвука. Человек испытывает сильную боль. Так, для головы это частота от 20 до 30 Гц. Для глаз от 40 до 100 Гц. Для вестибулярного аппарата от 0,5 до 13 Гц. Для сердца от 1 до 6 Гц. Для желудка от 2 до 3. Для кишечника от 2 до 4. Для брюшной полосы от 4 до 8. Примечательно, что резонансные частоты для человека и для других живых организмов абсолютно разные. И если резонансная частота для сердца человека составляет 20 Гц, то у лошади эта частота будет равной 10 Гц. Для крыс и кролика целых 45. Или инфразвуковые излучения, частота которых равняется 7 Гц, являются смертельными для человека. Как на взгляд автор-рассказителя, повышение общей частоты с 6 Гц до 15 Гц будет влиять на общее состояние всего в нашем мире. Благодарю. Оно уже произошло. И оно выразилось в вымирании многих видов. И в том числе в вымирании многих людей, народностей. И многих, скажем так, тех, кто не соответствует новым частотам. Просто этот процесс растянут во времени. И люди не совсем хотят понимать, что происходит. Поэтому вымирание, приход новых видов, новых людей с новыми возможностями. Так что если вы случайно, скажем так, начали что-то видеть, начали что-то ощущать, или произошли у вас какие-то изменения, на которых тут лучше пока не рассказывать, но они есть. Лучше не нужно, как говорится, никому хвастаться, просто их развивайте. Потому что я напоминаю, что наши предки-боги были не просто так. Это люди со сверхвозможностями, которые жили на земле. Эти сверхвозможности, так называемые, для сегодняшнего времени нужно вспоминать, развивать, они обратно доступны, ну и развивать возможности природы. Алексей, можно одну тоже такой момент. Так как мое место жительства – сказочная Русь, и в результате полевых условий у меня через 5-10 минут закончится заряд батарей. Я извиняюсь, но и так я пишу тут в поле, если можно, более сжать какие-нибудь более мощные вопросы. Ладно, хорошо, давай так. Я понял, давай так, кратко. Разъясни, пожалуйста, как по ведическому календарю, древнему календарю можно выбрать себе супругу или супругу. Буквально два слова. Буквально два слова. Это целые обучающие факторы. Нужно объяснять, почему это в двух словах не уложится. Например, наши предки выбирали себе так, чтобы был максимальный резонанс, максимальный энергетический потенциал. Например, я родился, грубо говоря, в марте. Значит, моя супруга должна родиться через полгода. Это максимальный энергетический потенциал. Что у нас там? Через полгода. Это март третий месяц плюс шесть — это девятый месяц. Но энергетический год — это один. То есть она должна быть рождена после. У нас-то энергетический год начинался 22 сентября, 23-го. То есть, значит, я там родился, грубо говоря, 1 марта. Моя супруга должна родиться не 1 сентября, а после 23 сентября, например, с последующего времени. И вот в этом примерном цикле они искали себе супругу по вибрации души, которая у нас в виде глаз представлена. Вибрация души должна совпадать для максимального энергетического резонанса. Должен быть максимальный энергетический потенциал, который будет выражен и в детях в итоге. Это если очень кратко. Чем больше разница в возрасте, тем лучше, но до 8 лет, потому что мы все знаем, что через 16 лет цикл примерно в одну и ту же точку возвращается. Ну вот они, это очень-очень общий принцип. Хорошо, хорошо. Так, еще продолжение по этому же вопросу от Игоря. Как наши предки могли с помощью календарей предопределять или влиять на грядущие события? Записки великого россиянина, почитайте. Они предупреждали наших тех предков, которые сейчас мы определили на Крите, не воевать с теплыми странами, иначе идет другой энергетический поток, рыбица идет, у них там написано, что если вы пойдете туда, они придут сюда и будет очень много проблем, что в итоге и произошло. Хорошо, то есть предупреждения были даны. Дальше. Реплика эфира от Тианы. Виктор, низкий поклон за ваши труды. На одном дыхании слушаю эфир, и с улыбкой, и улыбка с лица не сходит. Огромное сердечное вам спасибо. Вопрос эфир из Ютуба от Антона Никифорова из Казани. Если поднимется уровень вибрации на нашей Земле, то коснется ли это только славян или всех народов Медгород-Земли? И что будет с темными здравия соведущим? Вот это последний вопрос, который мы приняли. Дальше уже вопросы и реплики приниматься не будут. Да, я извиняюсь, это последний вопрос, иначе нас отключат автоматически. Он прав. Тёмные имеют низкие вибрации. В последнее время они стали смешиваться с светлыми для повышения потомства вибраций, вибраций потомства, для их выживаемости. Это им не поможет, но продолжит их, скажем так, век на нашей Земле. Итог будет один. Именно этого они боятся. Именно поэтому там королева возмущается. У товарищей в Америке проблемы. Везде эти проблемы. Они не понимают, откуда они взялись. А вопрос один. Имеешь низкую вибрацию, освободите место, друзья. И буквально вчера один из этих товарищей, который имел самую низкую вибрацию, освободил это место. Я думаю, вы все знаете, про ком речь. Товарищ Шакфиллер покинул нас, а ведь он ещё помогал товарища Шекельгрудера поднимать на престол. Ну, понятно. Понятно, понятно. Хорошо. И теперь до заключения, чтобы уже время не тянуть, подводи жирную черту под сказанным, подводи итог сегодняшней нашей встречи и желай что-то нашим радиослушателям доброе, вечное, красивое. Благодарю всех слушателей за внимание. Ищите, не оснимайте с себя эти ограничения. Время ограничений прошло. Наступает время светлых людей, которые понимают сам план Создателя. Бог есть Любовь. С Любовью воспринимайте то, что происходит. Изменяйтесь, снимайте с себя ограничения, возвращайтесь к истокам, к природе. Пытайтесь найти свои корни, заглянуть себе в сердце, посмотреть в биосферу и развиваться. Развивайтесь, не стойте на месте. Развивайтесь в системе совершенствования, развития, вспоминания, а не в системе саморазрушения, которая действовала до 2013 года. Те, кто не заметил, она прекращает своё действие. Выходите из системы, выходите из этих раковых клеток под названием «города». Интересуйтесь прошлым. Не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Благодарю всех за внимание. Благодарю тебя. Напоминаю нашим радиослушателям, что 23 марта 2016 года четверг по одному из современных календарей, а по одному из старей на 22-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, день богини Весты по одному из календарей, с чем я вас поздравляю. Виктор Викторович Максименков, наш автор-соведущий, автор-сказитель, был сегодня с нами, рассказал много чего интересного по теме «Единая астрономическая система древности у славян» и её следы по всему миру. Я с вами прощаюсь. Также вам напоминаю, что всё в ваших руках с одним только условием, если руки растут из того места, откуда надо, и им управляет голова. На этом прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. А может быть и увидимся. Народная славянская радио. Всё нужно. Всё важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok